Волчья собака Сарлоса, подробное описание породы. Увидев впервые волчью собаку Сарлоса, Сарлос Волфхонд, можно принять ее за лесного жителя. В крови зверя действительно есть гены хищника. Порода создана искусственно. Над ней долго работали, в результате получили полуволка, который не агрессивен к людям, хозяина признает вожаком, может быть хорошим поводырем, спасателем. Волчьи породы собак, в Восточной Европе попытки создать помесь волка и собаки предпринимались неоднократно. По мнению специалистов, особенно удачными оказались две, в Чехии и Голландии. Кобель породы Сарлос Волфхонд, в 1955 году в Чехии были начаты и в 1994 закончены работы по скрещиванию немецкой овчарки и карпатского волка. Была выведена порода чехословацкий водчак, отнесенная стандартами в СИП пастушьим породам. Волчья собака Сарлоса была создана в Голландии. Название породы связано с именем Лендерта Сарлоса, который хотел создать породу, по своим качествам близкую к диким животным. Он в 30-е годы 20-го столетия начал работать над скрещиванием псов породы немецкая овчарка с волчицей, жившей в зоопарке. Поначалу попытки были неудачными. Интересно, после смерти заводчика продолжателями его дела стали члены его семьи. Официально в Голландии волчья порода собак была зарегистрирована в 1975 году, спустя шесть лет после кончины инициатора ее создания. В 1981 году порода Сарлос-Волхан была признана на международном уровне. Последний породный стандарт в СИП номер 311 был опубликован в Англии в 2015, в Германии, Франции и Испании в 2017 году. В Китае для работы в армии и спасательных службах на основе крови волка, собак смешанного происхождения и немецких овчарок была выведена кунь-минская волчья собака. Кунь-мину наследовал собачьи черты, перепутать его с волком невозможно. Чехословацкий волчак. В России усилиями селекционеров созданы. Юландская волчья собака, смесь ездовых собак и канадского волка. Воланд. Скрещены западные и восточно-сибирские лайки с волком. Собака Сулимова, гибрид ненецких псов и шакала. Важно! Волчьи породы нельзя иметь людям, не имеющим опыта обращения, социализации и дрессировки крупных собак. Описание породы Сорлус Волфхунд. Саулауский Вольфхунд имеет волчью внешность. Эти псы не лают, могут выйти на луну, живут до 16 лет. У псов Сорлус Волфхунд и волков одинаковый окрас, голова, корпус. У собак волчьи желтые глаза, вытянутая морда, небольшие уши, сильная сухая шея, высокие стройные лапы, крепкое удлиненное мускулистое тело. Окрас мягкой плотной шерсти может быть серым, как у волка, или коричневатым с примесями. Хвост саблевидной формы посажен ниже линии спины, высота в холке от 70 см до 75 см, вес от 36 кг до 41 кг. От немецких овчарок Сорлусский Вольфхунд получил зачатки своих служебных качеств. Заводчики продолжают работы, по их усовершенствованию. Псы Сорлаусы обладают острым обонянием. Их используют для поиска людей под завалами и снежными лавинами. Важно, после специальной подготовки эти псы могут быть преданными поводырями для незрячих людей. Характер, темперамент. У собак очень развита наблюдательность и чутье, они преданы своим хозяевам, но в то же время могут проявлять независимость. Взаимоотношения с людьми для них основаны на законах дикой природы. Человек-хозяин для правильно воспитанного пса всегда вожак, и подчиняется пес-владельцу не как питомец, а как член человеческой стаи. Привязываются псы Сорлоса к тому члену стаи, которого выбирают сами. Важно, собакам Сорлус Вольфхунд лучше жить не в доме, а в уличном вольере вместе с несколькими сородичами. Волчьи псы Сорлоса выносливы, активны, двигаются легко. Они самостоятельны, всегда насторожены и сдержаны, в отличие от большинства домашних собак, не выражают свои эмоции визгом или лаем. К чужим относятся с подозрением, даже робко, от незнакомых людей держатся подальше. В компании с членами своей стаи будут спокойными, дружелюбными, но при малейшей угрозе кому-то из своих сразу готовы встать на защиту. Первыми породистые сарлоуские вольфхунды нападать не будут. У собак Сорлоса волчьи желтые глаза, вытянутая морда, воспитание и дрессировка. Собака Сорлос Вольфхунд нуждается в постоянном движении, физическая активность с младенчества до старости, это норма для породы. Воспитанием и социализацией начинают заниматься с самого раннего возраста. Обучение псов сарлоса занимает больше времени, чем обучение других породистых собак. Хозяину полуволка нужно иметь твердый характер, чтобы пес признал его за вожака, и в то же время много терпения, свободного времени, любви к питомцу, чтобы заниматься развитием у зверя необходимых навыков, понимания и выполнения команд. Важно! Хозяин должен быть заранее подготовлен к тому, что у пса не все сразу будет получаться. В генах собак сарлоса не заложена какая-либо программа. Согласно стандартам все их создали не для какого-либо конкретного использования, но в них заложены качества, позволяющие им быть домашними. Питомцами надежными компаньонами. Целью дрессировок породистых псов сарлос Волхан должно быть развитие этих качеств. Но без должного обучения питомец может и не стать тем членом семьи, с которым безбоязненно можно оставить ребенка. Дрессировщик должен суметь переломать упрямство и самостоятельность подопечного, выработать в нем послушание. При воспитании собак сарлоса недопустимо прибегать к физическому насилию, наказаниям. Тренировки должны быть ежедневными, их проводят в игровой форме. Животному должно быть интересно и неутомительно выполнять команды. Псы сарлоса в стае. Стайному зверю псу сарлоса трудно быть одному, к одиночеству зверя приучаются щенячьего возраста. При содержании питомца на улице, животное должно иметь просторный вольер и возможность постоянного общения с членами семьи и хозяином. Особенности ухода, в силу своих физиологических качеств и происхождения собакам сарлоса не требуется никакого особого ухода. Им достался организм диких зверей, не нуждающийся в человеческой опеке. При необходимости собак купают, вычесывают. У псов, содержащихся в человеческом жилье, вырабатывают привычки, связанные с гигиеной тела, чистоты и порядка в доме. Они не должны бояться мыть лапы. У псов периодически проверяют состояние ушей, подрезают копти. Особенности питания. Еда для сарлос Волфханд должна содержать протеины, витамины, микроэлементы. Готовыми производственными кормами их не кормят. Основная еда – мясо. В небольших количествах кормят яйцами, овощами, отварной морской рыбой, крупяными кашами, сваренными на мясном бульоне. Взрослых собак кормят один раз в сутки, малышам количество кормежек снижают по мере их взросления. После полного перевода с молока матери на натуральную пищу щенков кормят до пяти раз в день. Здоровье и характерные болезни. Для салаосских вольфхундов характерно природное крепкое здоровье без генетических дефектов. Средняя продолжительность жизни – 12-14 лет, самая высокая среди псов крупных пород. Контроль за здоровьем сарлосов заключается в своевременных походах к ветеринару для проведения прививок. Как выбрать щенка и цена на него? Интернет на территории России предлагает купить щенка волчьей собаки сарлоса в Омске в племенном питомнике воплощения мечты за 70 тысяч. Руб звездочка, доставка осуществляется по всему миру. Поэтому для выбора малыша нужно будет связываться либо с омскими заводчиками, либо с зарубежными. Щенки волчьи и собаки сарлоса, выбор щенка любой породы должен быть личным. Только при близком осмотре животного можно убедиться, что он не имеет физических дефектов, подвижен, имеет хороший аппетит. Достоинства и недостатки породы В стандарте породы указано, что любое проявление агрессии у собак сарлоса является недостатком. В семью щенок с агрессивным характером попасть не должен, таких животных не должны использовать для размножения. Породистые сарлауские вольфхунды очень удобны для содержания на улице, имеют крепкое здоровье, не нуждаются в постоянном уходе. Имеют самостоятельный характер и отличные поисковые характеристики. К недостаткам породы нужно отнести противоречивость поведения, осторожность и недоверчивость к незнакомцам, и готовность без раздумий, броситься на чужака, если он проявит агрессию к хозяину или членам семьи. Но детей рядом с ними без присмотра оставлять нельзя. Интересно, несмотря на все трудности, связанные с воспитанием, социализацией сарлосов, эти псы могут быть любимчиками всех членов семьи и способны отвечать взаимностью. Многие любители четвероногих лающих питомцев не захотят в квартире рядом с собой видеть полуволка. Но на приусадебном участке, проживая в специально построенном для него вольере, пес сарлос Волхом способен стать преданным поданным. Хозяином и защитником членов его семьи, звездочка цены актуальна на декабрь 2019 года.